Больше четверти века назад кубанский казачок был задуман Виктором Гавриловичем Захарченко, руководителем кубанского казачьего хора, как краевой детский фольклорный фестиваль. Все эти годы он проводился в нашем крае и уже сумел завоевать немалый авторитет. И проведение финала этого престижного фестиваля в Славянске-на-Кубани – прекрасная возможность насладиться мастерством талантливых артистов. Всего в финале приняли участие около 500 человек – артисты из многих муниципальных образований края, лучшие народные таланты Кубани приехали сюда, чтобы щедро поделиться со всеми плодами своего творчества. Объединяет всех любовь к традициям, к фольклору, который является лучшим духовным культурным средством, вместе с великим русским языком, формируя и сохраняя нацию. Дети всегда радуют. Это действительно наше будущее в смысле культуры. Потому что мир изменился, культура изменилась, понятие о культуре. Поэтому корни хранить надо всячески. И из фольклорных наших замечательных произведений разного жанра потом вырастают, понимаете, как из зерна, великие дубы, великие деревья. Фольклор – это еще искусство будущего. Талантливые композиторы, музыканты, режиссеры, балетмейстеры из того, что создал народ, создадут потом потрясающе, сказать, это показало практике. В малом зале городского дома культуры мастерами декоративно-прикладного искусства со всего края были представлены яркие работы, выполненные в разнообразных техниках. Детям сейчас интересно заниматься разными техниками, новыми искусствами какими-то. И старые вспоминаем. Вот у нас есть мокрое валяние, и сухое валяние есть, и роспись, и аппликация также, и вышивка лентами. Ну, детям интересно делать что-то разнообразное, яркое, красочное. Анапские юные мастера освоили работу не только с таким материалом, как соломка, но и изготавливают даже гобелены. Самое сложное – это, наверное, гобелены. Потому что трудно, тяжело и очень тонкая работа, надо подобрать цвет. И по собственным эскизам дети выполняют свои работы. Есть дети, которые способны выполнять точную работу. А также чувство цвета и умение стилизовать разные изображения. Парад коллективов, который прошел на театральной площади, произвел приятное впечатление своей красочностью. Народный мужской ансамбль «Самородок» вместе с юными славянскими артистами выступил перед всеми собравшимися со своей песней. Мой дед-казак, да что ж мне брал стекляться? Да вон и шашку я повесил. Такову я вас прошу, никак не сомневаться. Мой дед-казак, ей-богу я не буду. Мой дед-казак, ей-богу я не буду. Мой дед-казаки полный раб раскатали, На торжественном открытии фестиваля всех приветствовал заместитель министра культуры Краснодарского края Григорий Жуков. Он пожелал артистам творческих успехов и отметил большое значение фестиваля «Кубанский казачок». И, конечно же, приближая его к территориям, мы не случайно в этом году проводим в Славянске на Кубани, где крепкие традиции, где поступательно, планомерно развивается традиционная народная культура, где есть встретиться тем, кто занимается народным творчеством, традиционной народной культурой, поделиться друг с другом каким-то опытом и взять для себя что-то от друг друга. Я думаю, сегодня это настоящий праздник. И мы, конечно же, благодарны администрации Славянского района в том плане, что они пошли навстречу нам, и мы проводим этот фестиваль здесь, в Славянске на Кубани. Художественный руководитель государственного академического кубанского казачьего хора Виктор Захарченко сказал, что фестивали подобного рода очень нужны в настоящее время. Творческая палитра выступающих участников была очень широкой. Талантливые исполнители подкупали своей искренностью. На пути из Назаря это встретила взрослую деву, а не низкая смела, смотри, как у него. Я эти песни люблю за то, что они очень душевные, очень такие настоящие, показывают на самом деле, как живет народ. А занимаюсь я уже 8 лет, с первого класса, и вот получаю удовольствие. Детский уманский казачий хор «Казачий дух» произвел приятное впечатление и покорил приверженностью участников к сохранению народных традиций. Мы исполняем народные казачьи песни, ну, о родной Кубани, о станице, о казачьем быте, о историческом прошлом нашей Кубани. Хореографические ансамбли представили на суд взыскательного жюри и зрителей интересные композиции, народные танцы очень по душе юным исполнителям. Мы ходим на народные танцы, и я даже не знаю, как это объяснить, просто вот нравится и все, и, ну, как оно, не знаю, такое настроение хорошее сразу появляется. В общем, все, кто к нам ходит, всем очень нравится заниматься такими танцами. Самодеятельные артисты не только показали свои творческие достижения, но и пообщались друг с другом, обменялись опытом и даже нашли новых друзей. Гран-при фестиваля «Кубанский казачок» получил ансамбль «Горлинка». Коллектив из Крымского района будет представлять Краснодарский край на федеральном уровне фестиваля в Сочи. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Игорь Ванчугов. Программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует...